привет всем вы на канале позитивный огород хотим забрать у пчел лишний мед с краю который они натаскали чтобы им освободить место пока стоит погода они еще будут носить мед все залепили такая вот рамка полная меда сверху все запечатано а вот здесь открытый мед с этой стороны тоже вот такая вот она даже на краях мед сметаем пчел пером две недели ставила теплая погода все цветет и вот так вот натаскали меда это уже готовый мед потому что видите сверху все запечатано уже переработанный его можно откачивать вот она следующая рамка практически такая же и 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 Даже в самых нижних ячейках всё затаскано мёдом. Вот ещё одна такая рамка. Вся полная мёда. И распечатываем соты. С одного домика достали три рамки, а с одного одно пока только. Сейчас распечатаем рамки и будем откачивать. Вот так вот блестит мёд. И распечатываем вторую рамку. Такая вот полная рамка мёда. Даже видно, как капельками мёд на медогонку на стенке вылетает. Сперва с одной стороны тихонечко. Потом с другой. И опять со второй и с другой. Чтобы рамка не выломалась. Сейчас переворачиваем. И опять прокручиваем. И так получается ещё один раз надо будет прокрутить. Значит загустело уже. Надо было раньше залазить, смотреть. А мы сидели. Люди мёд уже давно продают. А мы сидим, даже не залазим. А мы сидим, даже не вывели. Говорим, у нас нет людей. Спрашивают все. У нас нет людей. Ну куда ты встаешь? Сейчас ещё одна. Смотрите тут. Печатать же надо. Ну что? Это вообще какое тяжелое. Низ надо. Ну вообще тут все. Видишь, что творят пчёлы? Затянули всю рамку. Они думали, что мы её рамку эту вытаскивать не будем. Оставим им на зиму. Вообще. Что так в них лезет, отломываешь? Неа. Так а тут же деревяшка вот она. Смотри, как всё текёт. Деревяшку вот эту надо. Вот уже столько стекло мёда. И сейчас в рой поставим одну рамку, которую у него забирали полную мёда. Это нынешний рой. С него забирали всего пока одну рамку. И ставим её назад. Всё затаскали мёдом. Всё затаскали мёдом. Всё затаскали мёдом. Такие вот яблочки висят на пасеке. И вот в этом доме, а тут расплод. Тоже мёда затаскали. Всё затаскали мёдом. Всё затаскали мёдом. Пол рамки запечатанного. И пол рамки. Он тоже весь густой. Сейчас откачивали весь мёд густой. Капля прям не растекается. И вторая вот уже с краю рамка, она вся запечатанная. Это значит, что мёд готов к откачке. Вот с этой стороны такая. А с этой стороны ещё пока не очень запечатана. Но тоже пойдёт. Потому что он весь уже густой. И вот с этого домика достали две рамочки. Сейчас их тоже откачаем. Не сказать бы, чтобы они прямо таскали так. Так, чуть-чуть, конечно, залетали. Так, здесь. На. Я говорю, Лёш, ты сегодня говоришь, смотри, чтобы ни одна пчела в пчёлник не залетела. Стряхивай, стряхивай. А ты вспомни, как у бабулиды в предбаннике качали. Там пчёл было. И качали, и они даже не обращали внимания, сколько там пчёлы на рамке. Но сейчас пчёлы даже не летят в пчёлнику. Значит, взяток идёт хороший. Просто у нас приспособлений таких удачных нету. Сидим, как в каменьном веке. Этой вилкой обчищаем эти рамки. Главное, чтобы пчёлы были и мёд. Да. И пчёлы вились. Ага. У тебя всего двенадцать улив. Ну не сто, ну хоть двенадцать, но всё равно же это... Эта сторона прям вся запечатана. Как в каменном веке. Тазик. Вилка. Ещё раньше ножик у нас был. Но ножиком вообще, мне кажется, неудобно вилкой получше открывать эти соты. Меньше портятся они на плите. Да ладно, одна. Помнишь, когда мне кусали в весёлом? Я заходила. Одна пчела укусила. Вся вздулась. Лицо как... Вот столько мёда накачали с четырёх рамок. Четыре было полных рамки. Вот уже столько мёда ещё не весь он со стенок стёк. Это поставили, ещё не откачивали. В этих мужа нету. Муж, спасибо. Покажите. На этом тоже он всё запечатан. А тут расплод. С этой стороны вообще всё запечатано. Да. С этой стороны вообще всё запечатано. Тут тоже расплод, с одной стороны. Всё запечатано, наросток. вот сколько меда получается 6 рамок сейчас 2 стола откачаем сейчас уже девятый час они все летают несут еще мед сюда вот сегодня не успеем уже слазить в этот домик поэтому пускай носят сейчас забираем только лишние крайние рамки чтобы было место куда таскать так как еще идет тепло такие вот рамки в этом домике тоже все запечатаны в этом году пчелы совсем роиться практически не хотели только один улитый роился хотя май был жаркий июнь холодно было поэтому они не не захотели роиться но зато они собирают мед целыми днями собирают меток еще наверное будет с неделю точно хорошо таскать а уже потом когда уже все начнет отцветать уже меньше будет конечно приносить и и вроде бы несут немного а в ульях вот очень даже хорошо есть они видно какие тяжеленькие летят падают капли отраспадают еще вера качи но эти рамки потолще крепче крепче они не будут так выламываться может покрепче аккуратно переставляю рамочки не тоже как блестят они видишь вот эти не выкидывают трутни вместе с трутнями откачиваем они запечатаны ничего не будет все будут целы в сохранности в домах доставим вот какой красивый подсолнух а у соседей еще цветет картошка красиво красота красота полная фляга с домиком с магазинами уже на железячком стекает уже железячку лучше стекет с краев железячку с крови может еще в один залезет так что дымать? не надо как душно вечером стало это белое? да вот это здесь да? да все ставим назад пускай еще уносит мед ну какая рыженькая пчелка с рыжей брюшкой вот жизнь кошачья спи вот сколько мед в стекло и сейчас будем сливать такой вот медок какого-то абрикосового цвета даже коричневого лишь стекает стрункой густой горкой прям такой мёда тесто мёда он так бежит такую струю большущий мёда мёда кём тут еще полная банка вот такой цветочный мед попозже он будет темнее у нас обычно когда цветет пустырник и репей с репея вообще он темный какой-то к темно-зеленый такой идет это как бы больше коричневый какой-то но в том году такого было мало был больше зеленоватый оттенок до 30 градусов сливается еще столько здесь на десять дней показывает погоду до плюс 25 30 градусов так что август у нас будет жаркий тщательно только что дождей нет будут там помаленьку капельки есть будут и дожди если нынче все болота вам пересохнут у нас спрашивали почему мы не ставим никакие сетки сетечки сетечки почему ты не ставишь потому что он у нас воск весь всплывает к верху и уже завтра мы его ложечкой сверху баночки соберем и все не надо никакие сетечки это с сетечком сколько сидеть уже все равно хуже течет у нас нету такого меда чтобы поставил флягу сетечка и мы по банкам разлили пораспихали его и все наготовили банок будет ли столько меда ну вот такие вот две баночки да кот пришел мед качать не ходи тут открывай а то ходит тут кот кот пришел он мед не ест это пашкин да запомните его баночки это тоже меньше течет течет кончается кончается это еще нормально на природе мы сливаем мед вынесли потому что уже темно темняет уже так мы допоздна да допоздна ходим и комаров сегодня нет подозреваем и 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 котик вот эти меленькие буду заполнять вот уже 10 литров мелкие как-то больше спрашивают вот это дружка И я держу. И я держу. Кот пошел мышей ловить. Я скоро закрою, Леша. И вот сливаем остатки. А, остатки сладкие. Да, остатки. Это кошка кричит, что ли? Не знаю, чей это кот пришел. Иди, лапка, туда. Лапка везде с нами. От нас вообще никуда. Везде с нами. Кот кричит какой-то, она боится. Чего лапа там? Кто там? Побежала смотреть. Надо идти выгнать. Кто там не видит. Кто говорит, там полетит. Он побежал. Это мамка зовет ее. Мышку поймала мамка. Зовет ее. Мышку поймала мамка. Ну, все, убежала мамка. Ну, вот мамка. Нет, бы ребенку дать она. Сама ез. Дай, говорит, мне. Ох, это моя, говорит, мышка. Все, забрала. Мамка осталась с носом. Иди еще лови. Сейчас много их. Ох, какая сердитая. Ну, вот, накачали где-то за раз. Вот, вот, за этот 13 литров. Такой вот медок. Такие баночки расставили. Первое августа. Сейчас их унесем в сене. Ну, а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео с друзьями. Заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всего вам самого-самого наилучшего.